Если вы хотите увидеть больше грустных историй и крутых сериалов, для вашего удобства я их собрал у себя в плейлистах. Аааа, что это за место? Почему здесь так много всяких черепушек и костей? Так, ладно, хорошо, давайте разбираться. Вот, в общем-то, есть скорая помощь. Кто сюда приехал? Ну, судя по всему, очередной пациент. Или же пациентка. Странные у неё немного волосы, но, видимо, сейчас так модно. Ну да, действительно, мода такая. Ну, сейчас, соответственно, будем увозить её куда-то в операционную и ставить соответствующий диагноз. Что же это за диагноз будет? Надеюсь, что ничего такого серьёзного. Врачи начинают совещаться, консультироваться между собой и видят вот эту вот просто катастрофу, которая, собственно, лежит на вот этой вот перекатывалке. Что ж, её упаковывают по-чёрному, полностью запечатывают, и, видимо, действительно что-то случилось серьёзное. Но что, пока непонятно. Делают наркоз, берут ножницы и, соответственно, проводят операцию. Что же это за операция будет? Если вы обратили своё внимание, вы могли заметить, что у этой женщины достаточно крупный животик. И крупный животик у нас бывает только в некоторых ситуациях, либо когда человек наелся, либо когда там ребёнок. Но мы сейчас узнаем. Как вы понимаете, в доме происходит, ну, я так понимаю, это муж. Происходит следующая ситуация. Муж очень любит свою дочку, всё у них хорошо, наряжает, одевает, сам неплохо выглядит, как настоящий джентльмен. Да, кстати, подпишитесь на канал прямо сейчас, мне будет приятно. Ну, и, как вы видите, за девочкой, в общем-то, приглядывает. В общем, примерная такая, знаете, прилежная семья. Квартира неплохая, всё в достатке, всё хорошо. Ну, и, в общем-то, всё как всегда. Девочка по-настоящему девочка, вся в бантиках. И, как вы видите, здесь нам показывают, что папа очень сильно любит свою дочку. Ну, и дочка, конечно же, это Мурада, потому что, ну, девочки, какая девочка не хочет быть нелюбимой. Да, заговорился чуть-чуть. Ну, в общем, также вы можете заметить, что она немножечко выкобенивается по поводу всяких... Ну, знаете, это свойственно девочкам по поводу всяких там безделушек. Вот, ну, папа у нас строгий, значит, если что-то девочке не нравится, он отправляет её в свою комнату, чтобы та, ну, как бы, была немножко наказана. Ну, та, в свою очередь, находит себе развлечение, открывает свой шкафчик, и там у неё куча различной одежды. Знаете, девочки любят разную одежду, и вот, соответственно, она примеряет на себя то одну одежку, то другую, и вот ей понравился костюм паука. Это очень странно выглядит, папа просто в шоке, типа, какой костюм паука, ты же девочка, а не паук. Но, ладно, думает, хорошо. Ничего страшного, одевай костюм паука, и мы вместе с ним, с этим костюмом пойдём сейчас в больницу. Ну, и, как вы догадались, в больнице тем временем произошло рождение ребёнка. Рождение было очень сложное, поэтому потребовалось хирургическое вмешательство. Как вы видите, ребёночек спит, с ним всё хорошо, с мамой тоже всё хорошо. И, знаете, это на самом деле такое необычное событие, когда рождается второй ребёнок. Как вы видите, эта девочка начинает немножечко ревновать. То есть она понимает, что сейчас всё внимание будет уделяться именно вот этому новоиспечённому малышу. А ей внимание будет уделяться меньше. Но, знаете, так если подумать, почему она вообще злится? Ну, а как она хотела? Ну, родилась у неё сестричка. Ну, и что в этом плохого? Ну, возьми ты себя сама, развлеки как-нибудь. Зачем тебе вот так вот, прям в таком достатке внимания родителей? Ну, видите, она немножечко грустит, конечно. Но посмотрим, что будет сейчас дальше. Как вы видите, у этой девочки есть просто огромное количество игрушек. Но для того, чтобы в эти игрушки играть, ей, конечно, нужен кто-то. Вот, например, она предлагает папе поиграть в PlayStation вдвоём. Но папа не может этого сделать, потому что в данный момент он кормит маленького грудного ребёночка. То бишь сестричку вот этой девочки. Ну, и как вы понимаете, конечно, девочка будет очень сильно этим расстроена. Потому что, ну, на самом деле, если честно, ей бы лучше завести какую-то подругу, может быть, или что-то такое, подружиться с кем-то. Но так тоже от одиночества страдать, это, наверное, неправильно. Видите, сколько внимания уходит к грудному малышу? Ну, вы наверняка знаете, что грудные дети, они достаточно требовательные, и реально на них нужно тратить очень много времени. Вот когда ребёнок уже чуть-чуть подрастает, то, конечно же, уже становится попроще. Ну, и как вы видите, девочка сильно расстроена вот этой всей ситуацией и просто-напросто ревнует. Пытается поиграть в мячик, попробует, наверное, сейчас снова предложить папе поиграть в мячик, а папа читает книжку о том, как нужно воспитывать детей. Ну, и как вы понимаете, те заигрывания, которые сейчас нам показывает вот эта вот девочка, они абсолютно бесполезны перед папой. И папа даже злится, потому что его отвлекают от столь важного занятия. Ну, и девочка расстроенная возвращается к себе в комнату. И что же происходит дальше, друзья? Ночью просыпается наша девочка от громкого плача. И, как вы видите, малышку вообще не успокоить. Да, такое тоже на самом деле бывает, когда дети плачут, и они могут плакать по разным причинам. Может быть, им просто приснился страшный сон. А может быть, они просто хотят кушать. Кто его знает. Ну, и вот, собственно, происходит день рождения. Целый годик исполняется маленькому малышу. Сестричке, будем ее так называть. Все радостно, весело, даже тортик есть. Ну, слушайте, день рождения — это всегда приятная атмосфера. Это всегда такой, знаете, приятный праздник. Мне кажется, это даже приятнее, чем Новый год. Напишите, кстати, в комментарии, что вам больше нравится. Новый год или же день рождения свой отмечать. Интересно будет почитать. Вот. Ну, после того, как вы написали комментарий, конечно же, продолжаем просмотр. Я напомню, что я все комментарии читаю. И смотрите, что происходит. Эта девочка сделала слайма. И у нее теперь какой-то коварный вообще... О, Господи, у нее какой-то коварный план. Что она хочет сделать? Зачем? Зачем она взяла слайма? О, нет. Она, кажется, хочет кинуть этого слайма в малыша. Да ну, ты серьезно? Ты серьезно это сделаешь? Господи, она это сделала! Бедный малыш, за что? Он же вообще не виноват. Ну, что такое? Ну, что за воспитание? Ну, друзья. Ну, это, конечно, вообще ни в какие ворота не лезет. В малыша слайма. Прям в лицо кинуть слайма. Ну, действительно, папа строгий. Ну, нет. Но, честно сказать, за это реально можно наказать. И он, соответственно, так и поступает. Он забирает некоторые игрушки у этой девочки. Забирает ноутбук, чтобы она не могла смотреть сериалы. И я думаю, что на самом деле, вот если так со стороны посмотреть, это будет хорошим уроком для вот этой девочки. Потому что сейчас она лишится всего. И поймет, как ей было хорошо с ноутбуком и с другими игрушками. Она плачет. Ну, она же сама это заслужила, согласитесь. Зачем она такую пакость своей же сестренке сделала? Это же ее сестренка. Зачем вообще кого-то обижать? Ладно, в любом случае, все обиды пройдут. Ну, я-то, я в этом просто уверен. Смотрим, что будет дальше. Еще какой-то коварный план задумала эта девочка. Что же она придумает на этот раз? Давайте смотреть. Она сделала такое злобное лицо. Одела черные солнцезащитные очки. И, кажется, сейчас что-то будет. Так, она хочет переодеться. Хм, или она, подождите, или она собирает вещи для того, чтобы уехать из квартиры? Нет, это на нее не похоже. Она просто переодевается, на максимум маскируется. Смотрите, берет в рюкзак фонарик. И мне кажется, она что-то затеяла. Странно, только я не могу понять, что. О, как вы думаете? Давайте посмотрим. Фонарик. А зачем ей фонарик? А, ну потому что ночь на улице. Значит, она будет выходить на улицу. Что ж, хорошо. Ну, допустим. И что ей это даст? Посмотрите, под покровом ночи она пробирается в детскую комнату к ребеночку. И, кажется, она хочет взять свою сестренку с собой. Хм, а для чего? Действительно, посмотрите, она берет свою сестренку с собой. И теперь у нее какой-то в голове более коварный план. Неужели она хочет... Подождите-ка, куда она идет? Она идет в лабораторию к мистеру Крампету? Серьезно? Извиняюсь, спросите, а зачем? Зачем нести маленького малыша в секретную... Ай, лабораторию. О, нет, подождите-ка, что это такое? Капец, как много здесь костей. Куда она принесла ребеночка? Ё-моё, друзья, какой кошмар. Что же вообще происходит? До чего она додумалась? А вдруг тот злобный монстр, который живет в грязи, съест этого малыша? Нет, ну это просто какая-то катастрофа. Это не может так продолжаться. Но, судя по всему, это мы с вами сейчас наблюдаем. Конец первой части. Что ж, хорошо. Интересная была история, друзья. Прямо сейчас на ваших экранах вылезет 4 видеоролика. Нажмите на один из них для того, чтобы продолжить просмотр.